мы на месте хорошо мы приветствуем алексея интересуемся готовлю он диагностике доверить ли он нам свои биополе на перевод сеанса он слышит он не думал что так будет а как он думал будет ну доверит ну еще никогда не слышал что говорили нам ну доверил хорошо я вижу тут осознанность еще такой вопрос хорошо я даю команду на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой алексея под ногами сканер сканирует все семь тонких тел алексея находит все значит он хочет чтоб не его почистили ответили на его вопросы но чтоб не лезли ему в душу а мы лезем кому-то в душу кого-то спрашиваешь алексея мы к вам в душе лезем алексей пока нет на заранее предупреждаю нас не интересует особо ваша душа нас интересует интерференты и ваше намерение как я полагаю намерение у вас находится на начальной стадии мы ничего лишнего не собираемся делать и тем более лезть к вам в душу согласен у него демон инкоп синий дракон спрут спрут и у него какой-то лизард идет лизард да а что такое лизард считай пожалуйста информацию на информационном поле это сущность из рода драка так как ящерица ящерица наверное я спрошу дракона спроси у дракона дракон что это за лизард что это за ящерица такая он говорит что для вас это паразит меня интересует откуда он кто он к драконянцам относится кому он относится для меня и ты паразит и все остальные здесь паразиты но это не играет никакой роли меня интересует что это за особь откуда она взялась это хамелеон или кто это типа того понятно хамелеон с этими мы встречались хамелеон ты умеешь менять цвета лизард ящерица мид понятно хорошо поехали так демон считает цифры над головой подожди вот идет от этого лизард как он все называют к этой информации что он так же как тот в ком он находится умеет менять цвета то есть это перепады настроения это он тебя так притянул или как это понимать ты зашел на эту энергетику когда ты увидел что человек умеет то же самое что и ты почувствовал ее родной своей или как это понять да причем меняя цвета он берет энергию по чакрам вот как хорошо а как долго ты находился в его биополе пять лет пять лет хорошо благодарю тебя следующий у меня демон считай пожалуйста цифры над головой причем он показал компания где-то в компании гулял да на природе хорошо но не алкоголь была причина а чисто его энергия да лизард пришел на перемену настроения и решений как хамелеон меняет цвета так он меняет свои я понял я понял у меня больше нет вопросов благодарю за объяснение переходим к демону демон считает цифры над головой верочка двенадцать двенадцати герцу хорошо демон приветствуйте объясни мне пожалуйста как долго ты находишься во первых его биополе пять лет пять лет пять лет объясни мне как произошло подключка ты на какую-то свою чистоту зашел тебя что-то притянуло или это была чисто случайная подключка случайностей не бывает я знаю что не бывает но я спрашиваю не для себя а для Алексея объясни ему пожалуйста на какую чистоту ты зашел не мне а ему какой порог тебе в нем понравился он говорит что он знает что он делал пять лет назад в каком состоянии пребывал и как метался в своем выборе хорошо меня этот ответ тоже устраивает если он знает об этой ситуации тогда просто чтобы он понимал о чем идет речь Алексей вы понимаете о чем идет речь в душу мы к вам не лезем я просто хочу уточнить поняли ли вы или нет ситуацию подключки демона пять лет назад он говорит что у меня вся жизнь такая принятие каких-то решений это у всех жизнь такая все принимают решения вы не единственный Алексей хорошо благодарю демон демон скажи мне сразу есть лярвы на биополе биополе есть ты хочешь меня спросить могу ли я тебе их отдать у него лярва на языке и горло он показывает хорошо демон говорит он плохие слова неприятные обижающие людей а почему высмеивающие людей а вот как ну это твоя чистота хорошо я тебя спрашиваю ты хотел меня спросить за эти лярвы можешь ли ты их забрать да хорошо я тебе их отдам после того как дойдет очередь и ты будешь вытащить все что ты оставил я тебе разрешу все эти лярвы до последней забрать и ничего не оставлять хорошо я перехожу к инкубу инкуб как долго ты находишься в этом биополе два года два года почему ты пришел спрашивать не буду наверняка не чтобы книги читать и синий дракон не хватало ему меня не хватало да хорошо синий дракон считает цифры над головой 326 326 молодой дракон хорошо как долго ты дракон находился в его биополе десять лет десять лет да ты что что ж тебя так десять лет держало ты во сне пришел я понимаю да уверенности не хватало ему ты ему дал окрылил его окрылил ну это в твоем понимании называется окрылил а какая реакция на твое окрыление у него вызывало на физическом плане какое поведение это было сверх самоуверенность если не хватало уверенности ты ему и дал как это понимать объясни мне пожалуйста да все понятно принятие решений а не связано это поведение вот с этими факторами о которых демон только что рассказывал ну там все связано между собой да я понимаю самоуверенность хорошо благодарю тебя дракон за ответ и я перехожу к спруту спрут как долго ты находился в этом биополе подожди он еще давай хорошо дракон жду он объясняет пожалуйста у него большая спешка он почему-то не хочет никого слушать от него кто-то обо что ему не говорил от него это все отлетает понятие слышать и слушать он не воспринимает то есть его понятие выслушать кого-то это значит слушаться чего-то мнение а он не хочет принципиально выслушать чужое мнение а он не хочет выслушивать чужое мнение и делает по-своему и спешит понятно я благодарю тебя дракон за это объяснение и это не дает не дает ему уверенности но это было до того как но в то же время это самоуверенность как-то так хорошо скажи мне вот вот эти черты характера которые ты мне сейчас описал они были до твоего прихода или ты или они начались с твоим приходом или ты были я же говорю я окрылил его все понятно все понятно значит ты пришел тоже на свою чистоту мне никому вообще здесь не могу никаких претензий сделать здесь каждый пришел ладно хорошо спрашивает спрут спрут как долго ты находился в этом биополе три года три года хорошо я смотрю все здесь три года пять лет десять лет пять лет значит вы все синхронизированы хорошо я объясняю вам программу вы находитесь на чистке мы сейчас отдадим вам всю тёмную энергию которую вы дали алексии после этого заберем у вас все светлые энергии которые у него изъяли после этого я дам команду каждый из вас выйдет вытащит все что наставил я проведу рассинхронизацию и проверку проведу все кто проходит проверку все уходят на свою чистоту первый раз такое правило второй раз там конечно будет более серьезный разговор но первый раз я всех отпускаю всем понятно да я прошу со мной кооперировать и отвечать на мои вопросы если такие возникнут они помогут для разъяснения ситуации меня устраивают такие ответы как демон дает и как синий дракон дает мне здесь все понятно хорошо и я даю команду тонкой копии произвести отчуждение чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии в его биополе один два три каналы выстраиваются сущности подходит каждый к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алексею энергию страха энергии неуверенности всех болезней все что он мог получить от них возвращается к ним назад он не может расслабиться и отпустить энергию он как пружина пытается все контролировать да хорошо Алексей мы обращаемся к вам здесь нельзя неискренне работать или вы отдаете эту энергию или вы оставляете ее у себя вы не можете этот контролировать поток или вы доверяете нам нашей работе или мы просто тогда заканчиваем сеанс и возвращаем вас назад потому что вы сейчас тормозите полностью отдачу негативной темной энергии расслабьтесь пожалуйста отпустите ее она должна уйти по каналам получается Вера да хорошо Алексей что вы думаете насчет этих сущностей которые вы видите сейчас перед собой демона инкуба дракона спрута как вы к ним относитесь сами вы знали что они присутствуют в вашем биополе потому что десять лет уже сидел там один другой пять лет вы должны были замечать такие моменты догадывались догадывались хорошо ну просто трудно такое не почувствовать потому что там воздействие было круглосуточное он говорит не надо вскрывать меня как копилку Алексей Алексей нам не надо никого вскрывать мы получаем энергию напрямую я могу эту информацию он не хочет чтобы копались они здесь все чувства вот эти сущности пришли на чувства если вы не хотите чтобы я копался в сущностях то есть в ваших чувствах то зачем тогда смысл какой смысл моей работы почистить меня понятно вы наверняка думаете это как машину привести на техобслуживание поменять масло и вот она поехала дальше так же хорошо будет и нам урок поехали дальше ждем окончания реверса устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Алексей забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная и чистая все что у него похитили все что у него изъяли до последней капли возвращает Алексей к себе обратно он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно готово реверс закончился я прошу спрута выйти вытащить все что наставил отключить все свои присоски и вернуться в клетку доложить о готовности к проверке приступай спрут на него на самой верхушке головы что он там сделал лоб и выше да гнездо да хорошо спрут у меня к тебе вопрос скажи мне как это воздействовал на физическом плане на его самочувствие сбивались мысли у него то есть он показывает больше до него не доходили светлые потоки понятно он все забрал да готово хорошо синий дракон я прошу тебя выйти вытащить платы которые ты оставил в его биополе и доложить мне готовности к проверке приступай третий класс вишутка забрал благодарю хорошо суккуб давай выходи вытаскивай все что оставил в ее биополе отключайся жалко жалко расставаться суккуб он попросил нас освободить его биополе мы исполняем свою работу как ты понимаешь снял все хорошо благодарю и демон выходит вытаскивает все что он оставил в биополе и не возвращается в клетку а докладывает мне прямо на месте что он все снял он снимает с рук и с ног у него устройства какие-то забрал разрешаю тебе демон снять все лярвы которые находятся в его биополе пожалуйста все забирай ничего не забывай он забрал эту лярву лизарди я прошу тебя выйти и вытащить все что ты оставил в его биополе ничего не забывай приступай и возвращайся в клетку он с сердечной чакрой вот там шел холод так это он в сердечной чакре поселился да? место у него там хорошо скажи мне лизард как оно отражалось на его самочувствии твое присутствие в сердечной чакре как он это чувствовал? хаос в мыслях и решениях то что ты это слово хаос менял цвета то есть ты усугублял этот фактор да? питался этим понятно понятно забрал он все хорошо переходим к рассинхронизации энергии Алексея с энергиями лизарда и когда все энергии будут рассинхронизированы готово хорошо я даю команду скенеру на проверку на контрольную проверку один два три пошла контрольная проверка чистый хорошо подхожу к Алексею кладу руки на плечи и помогаю ему сделать импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет три один два три удар сжигается все каналы отлетают все отлетело Вера? да открывается портал галактическое ядро и все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию закрывая печатаю растворяя хорошо все прошли проверку буду отпускать вас на вашу чистоту демон ты готов уходить на свою чистоту? готов открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона один два три демон забирает все что он с собой принес и уходит на свою чистоту закрывая печатаю растворяя готово суккуб готов уходить? готов да открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба и он уходит на свою чистоту закрывая печатаю растворяя есть хорошо синий дракон ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Он забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Лизард. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Один, два, три. Он забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Спрут. Готов уходить? Готов, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте с прута. И он уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Поехали по частотам. Есть. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации. 1, 2, 3. Пошел процесс. Душа у него с урана. Душа проснулась. Уран. Хорошо. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Алексея вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 560. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Алексея до числового значения 560 Гц. Пошел подъем. Дети. Слезы у него идут. Рождение детей. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Мы закончили чистку. У нас остались 10 вопросов куратору. И сейчас я приглашу куратора Алексея. Он благодарит нас. За что? За то, что его душа проснулась. Это его заслуга. За чистку. Хорошо, во благо. Просит прощения за то, что он был груб. Хорошо. Без проблем. Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти куратора или учителя Алексея в эту комнату диагностики. Девушка. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя. Алексея, представьтесь, пожалуйста, как к нам обращаться к вам. Нули. Нули. Вы куратор Нули? Да. Приветствую вас, уважаемая Нули. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваш подопечный Алексей. Мы сегодня проводили его чистку. И он еще изъявил желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любить? Я приветствую всех в комнате. Приветствую вас. Благодарю за очищение. Во благо. Рада видеть Алексея. Отдельное приветствие ему с Урана. Уважаемая Нули, 10 вопросов Алексей подготовил. Вам решать, на какие вопросы отвечать, готов он или нет. Будете ли вы так любезны на эти вопросы, по мере возможности ответить? Я лишь хочу сказать, что душам, рожденным на Уране, вибрации Земли немного растрожительны. Нам трудно находиться на Земле, но опыт мы должны получить. Только на Земле подавляется воля с самого детства. И идет борьба по наращиванию воли. Поэтому мы должны пройти земной опыт на других планетах. Этого нет. И все понятно по законам. Я отвечу на интересующие вопросы. Уважаемая Нули, в этой комнате диагностики уже были представители Урана. Мы встречались и мы чистили души с Урана. Мы знаем эту проблему насчет того, что тяжело из-за вибраций. И знаем также, что этот земной опыт не очень важен для всех космических душ, в принципе, для всех туш, и тем более с Урана. Поэтому вы так охотно сюда приходите, на Землю. Я еще раз говорю, это наращивание воли, которая подавляется на Земле с рождения. Хорошо. Благодарю вас. Я могу начинать с первого вопроса. Вы позволите? Да. Первый вопрос. Откуда моя душа? С планеты Уран. Зеленая энергия, твой стержень. Родные энергии. Излечения и защиты, которые я активирую позже. Безусловно, у нас будет еще на это время. Благодарю вас, Нули. Второй вопрос. Предыдущее воплощение на Земле. Кем я был, когда и чем занимался? Я понимаю, что вы куратор на эту жизнь, но у нас любят люди, интересуются именно последней жизнью почему-то на Земле. Хотя, возможно, и жизнь была на другой планете. Были на другой планете. И их больше. На Земле мало воплощений, так как вибрации резонируют. Но наращивание воли – это одна из задач души. Я посмотрю предыдущее воплощение. Когда это было? Кем он был? И чем занимался? Вот эти вопросы его интересуют из последнего его воплощения. Не так давно было воплощение. Умер молодым. В каком году это было? В 1919. В 1919 год. Морской флот. Страна? На корабле. Российская империя. Российская империя. Хорошо. Ничего не успел. Всю жизнь был послушным кадетом. Понятно. Значит, программу свою он в том воплощении, если умер молодым, я так полагаю… Утонул вместе с кораблем. Утонул. Это как раз 1919 год. По-моему, там была война. В это время, конечно, да. Печальная история. Не такая печальная. А что там положить на уборку? Как я уже хотела доложить про волю. Воля была наращена. Пережито много стрессов. Но военная выправка помогала сдерживать стержень и наращивать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, о чем вы говорите. Вы несколько раз уже упоминали слово «наращивание воли». Давайте, может, попробуем найти какой-то синоним этому слову. Да. Воля уплотнялась. Это, может быть, закаление характера на нашем земном языке. Это когда характер становится твердым благодаря трудностям пережитым. Может быть, это вы имеете в виду? Или же наращивание воли, когда человек осознанно сего поднимается, и он осознанно… Можно быть осознанным, но без души. Мы говорим о душе. Хазове – это характер. Характер. Потому что у каждой души свой характер. Мне так понятнее. Благодарю вас, Нуля. Мне теперь понятнее намного. А я благодарю вас. Я буду помогать вам нагодить слова, если вам вдруг каких-то не будет хватать. Итак, я перехожу к следующему вопросу. С этим мы все решили. Третий вопрос. Что мне надо изменить в себе, чтобы достигнуть взаимопонимания с моей супругой, женой? Вы с женой, как зеркало, отражаете друг друга. Стоит лишь посмотреть, что тебя раздражает в ней, и найти это в себе. Ну и второе – попытаться услышать. Это не значит, что ты должен слушаться жену. Постарайся услышать, что она просит от тебя. Я хочу сказать, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Он рядом и повторялся много раз. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Следующий вопрос. Четвертый. Есть ли у меня скрытые таланты? Если да, то как их раскрыть? Я бы хотела еще добавить к предыдущему вопросу. Пожалуйста. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты слышать. Решай сам. Дари мне вопрос. Хорошо. Это вы ответили сейчас на вопрос взаимопонимания с женой. И четвертый вопрос, который я задал, это был, есть ли у меня скрытые таланты? Если да, то как мне их раскрыть? Твой скрытый талант, доброта. Но ты окружил ее суетой, потерял терпение. Верни себе свое терпение. Доброту. И как следствие спокойствие. Я понятно объясняю? Мне понятно. Я надеюсь, Алексей тоже понятно. Я уже сказала, доброта, которую ты окружил суетой и раздражением. Вернув свою доброту и терпение, ты выйдешь на другой уровень осознанности. Из-за этой энергии, из-за этих вибраций, когда он достигнет этого состояния, для него, соответственно, он притянет ситуации, которые позволят ему раскрыть его таланты. Правильно? Он не притянет ситуации. А как? Он их почувствует внутри, потому что он перейдет на другой уровень осознанности. У него вводят знания, доброты, терпения. Уйдет вся мишура, суета и останется лишь суть. Благодарю вас, уважаемая Нули, за то, что вы указали конкретно на этот пункт и очень его хорошо объяснили. Вы закончили или хотели? Тогда я перехожу к следующему вопросу. Он довольно короткий. В чем мое предназначение на Земле? Чтобы наращивать волю, ты должен развиваться. Развивать в себе терпение, доброту, понимание, контроль эмоций и много чего другого. Только так закаляется характер, как ты сказал, или наращивается воля, как говорю я. Очень четкий ответ. Благодарю вас, уважаемая Нули. Вы позволите дальше переходить по тексту? Да. Какие имеющиеся навыки я могу использовать для улучшения моего душевного состояния? Навыки. Поясни. Навыки. Это может означать знания. Вот только непонятно, какие знания из этой жизни или знания из генетической памяти. Навыками у нас называют знания. Это когда человек что-то умеет, у него есть навыки работы в этой отрасли или в этой отрасли. Вот это навыки. Здесь он не объяснил, о каких навыках он имеет, так сказать, что он имеет в виду. Но я полагаю, здесь имеется в виду то, что он уже умеет. И как он это может использовать для улучшения душевного состояния. По моим ощущениям, вы уже раза три ответили на этот вопрос. Благодарю за разъяснение. Повтори, пожалуйста, вопрос. Шестой вопрос. Какие имеющиеся навыки я могу использовать для улучшения моего душевного состояния? Музыка. Музыка. Приводит к гармонии и удовлетворению энергии урана, любовь. Ты окружен любовью. Просто это нужно увидеть. Сейчас вы объяснили, что он окружен любовью. Может быть, он ее не пропускает в себя? Почему тогда он чувствует это душевное плохое состояние, если он хочет его улучшить? Вот так можно этот вопрос развернуть. Потому что он в суете, а главного не видит. Я могу лишь сказать, что здесь поможет тишина мысли, переоценка себя, своих поступков. Первая суета, которая должна уйти, потом тишина мысли, потом переоценка. И потом любовь, которая есть, но из-за суеты, отодвигается дальше и дальше. Любовь детей, любовь женщины. Я не буду называть другие источники. Любовь – это то, чем наполнена наша атмосфера. Я лишь поправлюсь. Атмосфера вокруг Алексея, которая отодвигается на заднее место из-за суеты и спешки. Продолжай. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Почему я иногда быстро принимаю решение и потом сожалею об этом? Я объясню, почему. Это твой внутренний эгоизм. Ты боишься услышать чужое мнение и проанализировать. Поэтому ты спешишь принять свое единственное решение. Пока кто-то не пришел со своим мнением, да? Да. Но это же неправильно в том плане, потому что это мы называем поспешное решение, не обдуманное решение. Способность слушать, анализировать и потом принимать решение. Благодарю вас, Нуля. Я перехожу к следующему вопросу. Восьмой. Какие есть во мне негативные качества или стороны, в скобках привычки, и что мне надо сделать, чтобы от них избавиться? Я не буду добавлять ничего. Все уже было сказано. Девятый вопрос. Какой процент негативной энергии я набрал в этом воплощении? Девятнадцать. И десятый вопрос. Какой уровень моего высшего я? Одиннадцать. Одиннадцатый уровень высшего я. Достаточно высокоразвитая душа. Уважаемые Нули, мы закончили с вопросами. Сейчас, если вы хотели что-то добавить или активировать энергии, это был бы самый лучший момент. Я активирую энергию. Дай мне руки. Зеленая изумрудная энергия. Она в тебе, как стержень, вокруг которой идет спираль. Она крутится и издает слабый свет. Этот свет и есть твои эмоции. Ты можешь или перегорать, или мигать. Светить тускло. Или освещать. Переливаться, как гирлянда. Пока хватит. Дальше вспомнишь сам. Вы закончили? Да. Благодарю вас, уважаемые Нули. У нас есть, уважаемые Нули, очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит. А были у нас не только с Урана, а со всей галактики. Несколько сотен уже учителей и кураторов. Мы всегда преподносим один определенный подарок. Нам бы очень хотелось вам преподнести этот подарок. Верочка, в твоих руках появляется корзинка с самыми чистыми и вкусными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Представители Урана уже брали этот подарок. Я прошу вас, если вам понравится, принять этот знак благодарности от нас. Это, возможно, единственный чистый продукт, который у нас еще на Земле остался. Все с удовольствием его берут. И ангелы, и любые представители любых цивилизаций. С слухами. С слухами вселенная. Вы уже слышали о наших подарках, да? Слышали. Благодарю вас, уважаемые Нули. Мы всегда рады принимать. Передайте на Уране, если кураторы достучатся до своих подопечных здесь на Земле. Приводите их к нам, мы поможем им открыть двери. Сама долгая дорога до вас. Я объясню, почему. Пожалуйста. Недоверие. А кто кому недоверяет? И определенные вибрации Земли делает жизнь душ с Урана на Земле немного скованный, поспешный. Значит, он типичный представитель Урана. Совершенно верно. Я неправильно сказал скованный. Скорее ограниченный. Закрывая себя от всех. Это и есть не слушать никого в случае Алексея. Когда мы себя закрываем, мы лишаем себя возможности получить какой-то определенный опыт. Именно поэтому путь до вас долгий через другие средства, скажем так. В данном случае жена. Очень интересное общение. Сегодня у нас была очень интересная встреча. Вы хорошие слова подбирали, правильные слова. Я понимаю, вам трудно говорить нашими мыслеформами, но у вас отлично все получилось, уважаемая Нуля. Итак, наш подарок. Принимаете или нет? Уже приняла. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемая Нуля. По нашей традиции мы не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, мы еще встретимся с вами. Если вдруг у Алексея возникнет желание дальше развиваться, и он через определенное время захочет встретиться со своим высшим Я, то мы обязательно пригласим вас, уважаемая Нуля, в эту поездку для того, чтобы вы нас сопроводили. Но это, конечно, все открыто на настоящий момент. Мы не знаем, как Алексей начнет, примет всю эту информацию, какие он шаги сделает следующие. Во всяком случае, вы все пункты обозначили много раз, и поэтому если им просто следовать, то можно очень быстро достигнуть того результата, для чего он здесь находится. Трудно жить, как жил, когда знаешь, кто ты. Нельзя уже жить так, как ты жил, если ты уже знаешь, кто ты. У нас так говорят. Благодарю вас за этот замечательный урок. Уважаемая Нуля, это для всех урок. Не только для Алексея, но и для нас. Мы всегда рады, когда приходит новая интеллигенция, новые мысли, новое понимание, новая информация, потому что цель нашего существования – это развитие, а не стояние на месте. И вы сегодня сделали очень большой шаг и помогли вашему подопечному. Искренне вам благодарю. Да, будет, да. А так и есть. Всего вам доброго. Наилучшие пожелания – привет Урану. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично, Алексей, мы провели встречу с вашим куратором. Как вы себя чувствуете? С новыми энергиями, с активированными энергиями Урана, с этой информацией. Пытаюсь представить себя гирляндой. Гирляндой. У вас получится, продолжайте. Регулировать свет внутри себя. Отлично. Ну, вы все поняли, что она вам объясняла, да? Да. У вас очень мудрый друг, куратор, который пришел с Урана. Хорошо, Алексей, сейчас мы будем вас возвращать назад в ваш пиар-робот, синхронизировать все энергии. Все это сейчас с тонкого плана передастся на физический план, и у вас в следующие дни недели начнется изменение в жизни. Вы будете начнете по-другому думать, только не возвращайтесь к старой схеме. Думайте о разговоре с куратором, и вам будет намного легче. Хорошо, мы закончили. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Алексея в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой из зеленки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.